Мало того, что поставили поздно, так еще и с многочисленными погрешностями. Длинный салон, низкий кузов, из-за чего карету в Минздраве не могут принять. Все-таки речь идет о здоровье и жизни, как пациентов, так и врачей. Хоть дареному коню в зубы и не заглядывают. Предположим, как вот здесь возможно работать. Нога здесь не помещается совсем. По нормативу здесь должны три кресла быть. Два кресла для фельдшера, плюс сопровождающие. Здесь вот эта длинная скамье, она абсолютно не нужна. Из-за того, что высота была нарушена, аппаратура не устанавливается. Здесь для дефибриллятора, для монитора, была специальная крепежка. Ее сейчас просто нет. Из-за того, что машина ниже на 25 сантиметров, крепежка сюда не помещается. И она вот просто здесь закреплена на ремнях. В машинах потолок отдела материалам, которые не поддается многократной дезинфекции. Как говорят врачи, в каретах скорой помощи проводится обработку после каждого пациента. Порой возят пациентов даже с открытой формой туберкулеза. Все параметры были согласованы с голландским поставщиком, отмечают здесь. Но в итоге вышло то, что вышло. Из 15 машин соответствуют требованиям только две. Но подарок Германии или надо полностью принять, или не принимать совсем. Мы сразу комиссии сказали, что они не соответствуют техническим заданиям и технической спецификации. Поэтому эту машину мы не приняли. И написали письмо. Письмо, чтобы они устранили эти недостатки. Эта машина в основном Тойота. Мы говорили, что должно быть сделано только эта машина в Тойота-центре. Они отвечают, потому что это их, как говорится, локальный представитель Тойота-центра. Ну, они обещали сделать. Вот с тех пор прошло январь. Сейчас уже февраль половина. Мы ждем. Никаких реакций нет. Голландская компания и ранее поставляла в Бишкек реанимобили. И в тот раз было много нареканий. Тогда их исправляли. На сей раз тендер организовывала сама германская сторона, говорят в Минздраве. О прежнем опыте с этой фирмой в ведомстве рассказывали о грантодателям. Но те серьезных нарушений у компании не усмотрели. Поэтому и решили воспользоваться ее услугами. Кареты скорой помощи должны были поделить между Бишкеком и Ашом. В отечественном представительстве фирмы заверяют, что машина соответствует международным стандартам. Хоть при замерах и обнаружили несоответствие требованиям отечественного Минздрава. Я думаю, что 20 сантиметров никакой проблемы не создаст. Стоя никто не работает. Всегда наклоняется. Но я думаю, что сами своими глазами посмотрите. Довольно пространство достаточное для работы врачей и для больного. Машина оснащена реанимационным оборудованием. Те мелкие детали, которых не хватало, сегодняшний день поставщик отправляет. Есть мелочи, которые можно устранить. Это чисто технические вопросы. Отметим общую стоимость реанимобилей более 1 миллиона евро. 80% этой суммы уже оплачены. Машины предоставил Кыргызстану немецкий банк реконструкции и развития. А на станции скорой помощи их острая нехватка. Вся беда в том, что они там заказывают, а получаем мы. Ну почему бы у нас не спросить, что нам нужно. Вот в чем проблема. Я думаю, что если бы мы по ходу установки, к нам бы они обращались за консультацией, вот этого бардака бы не было бы. Сегодня проблемы у них огромные. Сегодня мы этими машинами не можем пользоваться. Хотя дефицит огромнейший в машинах. Судя по всему, автопарк столичной скорой реанимобилями пополнится не скоро. В наличии у станции сегодня 38 штук. А должно быть чуть ли не в три раза больше. Тем более, что большинство имеющихся нуждается в ремонте.